Суп и примус Помидоров потерял сон и аппетит. Его пухлые щёчки ввалились, а выпуклые глазки выпукли ещё сильнее. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы он не изобрёл суп. Суп был сокращённым названием простейшего стирателя ума и памяти. На вид суп ничем не отличался от гимнастического обруча, разве что был чуточку толще. Когда Фёдор Иванович собрал его и вставил батарейку, он тут же забыл, зачем это надо. Зато к нему вернулись сон и аппетит. Помидоров сунул в рот пончик и прилёг на диван, не выпуская обруч из рук. Так он лежал и жевал, пока в лабораторию не заглянула хозяйка. Она сразу поняла, что к чему, и это ей очень понравилось. Зинаида Леопольдовна вырвала у изобретателя обруч и убежала в резиденцию. А на следующий день в чёрной чаще появилась девочка. У девочки были зелёные глаза, курносый носик и непослушная чёлка, так и норовившая выскочить из-под шапочки. Девочка всегда таскала за собой золотой обруч, в котором Помидоров узнал свой суп, выкрашенный жёлтой краской. Даже ложась спать, девочка не выпускала его из рук, потому что Зинаида Леопольдовна не уставала повторять, что без обруча можно заблудиться, а в чёрной чаще полно диких зверей. Девочка с хозяйкой не спорила, потому что была на редкость тихой и послушной. Она не помнила, как её зовут, зато выучила на память брошюрку под названием «Лесные ягоды», из которой Хрюк давно повыдёргивал все страницы, кроме одной — про клюкву. В общем, суп потихоньку делал своё дело, и хотя это радовало хозяйку, она всё равно злилась. «Твой обруч — неплохое оружие», говорила Зинаида Леопольдовна, «только девчонка слишком медленно всё забывает. Ты бы придумал чего-нибудь посильнее, чтобы раз и навсегда». А уж за мной не заржавеет. Услышав последнюю фразу, Помидоров страшно разволновался, потому что слово «заржавеет» натолкнуло его на одну хорошую мысль. Вообще-то мысль была очень нехорошая, но для Помидорова все мысли, сулящие открытия, были хороши. Два дня Фёдор Иванович не выходил из лаборатории. Включив компьютер, он молотил по клавиатуре, как заправский пианист, и гонял по коврику мышку, как голодный кот. А на третий день, ближе к обеду, цифры и закорючки на экране монитора сложились в долгожданную формулу. «Фе!» гласила она, что в переводе на русский означало «фе». «Ага!» воскликнул Помидоров и побежал в резиденцию. Через десять минут он уже протягивал хозяйке листок с формулой, стыдливо прикрывая отверстия в ватных штанах, прокушанное злобным компостером. «Вот, открытие сделал я!» Помидоров с трудом сдерживал волнение. Его зубы выбивали дробь, а уши от нетерпения шевелились. «Фе!» прочитала Зинаида Леопольдовна и вопросительно посмотрела на Федора Ивановича. «Вот именно фе!» подтвердил тот. «Этими буквами ученые обозначают железо!» «Ну и что?» «А то, что человек на две трети состоит из воды!» «Не может быть!» «Может!» «Наукой доказано!» «Ну, я не понимаю, при чем здесь?» «Ну, все-то так просто!» перебил хозяйку Помидоров. «Если человек состоит из воды, то почему он тогда не ржавеет?» «Действительно!» «Почему?» «Потому что он не железный!» «Получается, что если бы человек был железным, то он бы заржавел!» Победно воскрикнул Помидоров и так громко клацнул зубами, что свирепый компостер, поджидавший его во дворе, забился под крыльцо. Хозяйка вскочила с кресла и забегала по комнате. Похоже, она тоже была сильно взволнована. «Значит, заржавеет!» «Очень хорошо!» «Просто замечательно!» «Но как мы сделаем людей железными?» Тут придется кое-что объяснить. Зинаида Ляпольдовна давно уже не утруждала себя определением «плохие». Зато в слово люди!» Она вкладывала столько злости, что у изобретателя начинал дергаться глаз. Однажды он не выдержал и робко напомнил, что уговор у них был про борьбу исключительно с плохими людьми. «А как ты их различишь?» удивилась Зинаида Ляпольдовна. «Может, спрашивать у каждого будешь?» «Извините, вы плохой или хороший?» «Ага, хороший! Тогда идите себе и не мешайте воевать с плохими». На это Помидоров не смог ничего возразить. Действительно, если ходить и у каждого спрашивать, то это будет не война, а перепись населения. «Молодец!» «Я знала, что ты не подведешь!» Злобно прошипела Зинаида Леопольдовна и, потрепав Помидорова по щеке, повторила «Ну и как мы их сделаем железными?» Помидоров покраснел от смущения, потому что еще никто не называл его молодцом и достал из кармана металлический диск размером чуть больше блюдца для варенья. Вот изобрел железный излучатель волн сокращенно жив смертельная штука «Сейчас включу». «Стоп! Сначала расскажи на словах», остановила неуемного изобретателя Зинаида Леопольдовна. «Могу и на словах, хотя лучше на деле», разочарованно проговорил Помидоров. «Значит так, сначала нажимаем сюда, диск начинает нагреваться, ну вроде телевизора, когда он из черного станет зеркальным, надо в него посмотреть и сказать «Пуск!» Тут внутри стоит радиомикрофон, как только я услышу в наушниках команду «Пуск!», то сразу включу «Примус». «Примус». «Какой еще примус?» «Примус» «Это первичный радиоизлучатель магнитного усилителя», радостно объяснил Помидоров. «Так вот, когда я включу примус, диск начнет излучать фе волны». «И человек станет железным?» «Совершенно верно. Человек станет железным». «А когда он заржавеет?» «По моим расчетам дня через три, а если его поливать, то даже быстрее». Зинаида Леопольдовна нервно забегала из угла в угол, чтобы лучше переварить услышанное. Насладившись эффектом помидоров кашлянул в кулак и неуверенно проговорил «Самое сложное в этом деле найти добровольца. А так все работает. Я на мышке проверил». Изобретатель поставил на стол трехлитровую банку, в которой лежало что-то похожее на ржавую гильку с хвостиком. «И ты хочешь сказать, что она была живая?» оживилась Зинаида Леопольдовна. «Нет, живая не захотела. Пришлось проверить на компьютерный». «Ничего, у меня захотят. Знаю, я один магазинчик. Возле него целый день добровольцы толкутся. Вот мы на них и проверим, как эта штука работает». Зинаида Леопольдовна с наждачным скрежетом потерла сухие ладони и спросила, «Но если доброволец станет железным, как мы его сюда притащим? Это что же, придется подъемный кран угонять?» «Он сам придет», успокоил хозяйку помидоров. «Дело в том, что сразу после облучения у добровольца появляется непреодолимое стремление найти первичный радиоизлучатель. Я эту мышку еле от примуса оторвал. Пришлось посадить ее в банку, чтобы она прибор не поцарапала. Это продолжается минут пятнадцать-двадцать, но до леса доброволец добежать успеет». «Отлично! Отлично! в лесу он от нас никуда не денется, провормотала Зинаида Леопольдовна. Давай так, чтоб к завтрашнему дню твой примус был готов. И сделай еще один диск для запаса, а сверху напиши». Она на секунду умолкла, подыскивая слова «Что-нибудь броское?» Ну, например, «Железный человечек». Помидоров понял, что Зинаида Леопольдовна хочет выдать его выдающееся открытие за обыкновенную компьютерную игру. Изобретатель обиженно надул губы, но, тем не менее, послушно поплелся в лабораторию и за пять минут собрал второй излучатель. Потом он открыл банку с оранжевой краской и написал печатными буквами на пока еще холодном металле «Шелезный человечек». Всю ночь Помидоров старательно исправлял ошибки, а утром отдал диски хозяйке. Вернувшись в лабораторию, он надел наушники и стал ждать. Через час в ушах раздался треск и обрывки музыки. Изобретатель подкрутил настройку, но вместо команды пуск услышал, как звонкий мальчишеский голос бодро произнес, «Чем книжки целый день читать, хочу всю жизнь в игру играть!» Что ни говори, а любила Зинаида Леопольдовна театральные эффекты. Помидоров тяжело вздохнул и включил примус. Лопоушкин не сидит на месте. Белые ушки, которые торчали из кустов, когда Булкина вели в резиденцию, принадлежали не кому-нибудь, а его новому знакомому Зайцу Зайцевичу Лопоушкину. Проводив процессию настороженным взглядом, председатель отменной партии в волнении запрыгал по поляне, потому что сразу понял, в какую беду попал маленький железный человечек. С тех пор, как в лесу объявилась Зинаида Леопольдовна со своими бандитами, житья совсем не стало. На самой высокой сосне появилась табличка «Черная чаща посторонним вход разрешен», а на тропках волчьи капканы, куда обязательно попали бы посторонние, если бы воспользовались приглашением. Люк и хрюк целыми днями рубили елочки и продавали их в темных подворотнях случайным покупателям, с которых заодно снимали шапки. На вырученные деньги они воровали патроны и стреляли во все, что попадалось на мушку, поэтому некогда веселый лес загрустил, а звери, оставшиеся в живых, предпочитали притворяться мертвыми. Однажды, когда деревья уже укрылись снежным одеялом, бандиты устроили такую пальбу, что разбудили спящего в берлоге медведя. Медведь вынул из пасти лапу и сразу же захотел есть. Целую неделю он шатался в поисках еды, но, увы, поживиться в лесу было нечем. Правда, в ночь с четверга на пятницу он чуть было не съел одного из братцев, приняв его за поросенка, но сзади подкрался второй и больно ударил по голове чем-то круглым и твердым. Надо строить новую берлогу, жаловался медведь лапоушкину, прикладывая к шишке сосульку, с такими кормами мне до весны не дотянуть. Ну и строй, Миша, кто ж тебе мешает, отвечал рассудительный Заяц Зайцевич. А материалы где брать, сомневался медведь, весь валежник снегом завалило. С валежником поможем, успокаивал его Заяц, и пока яму орой. Вспомнив этот разговор, Заяц Зайцевич побежал искать медведя. Он нашел его в глубокой яме, из которой во все стороны летели мерзлые комья земли. Вид у медведя был взъерошенный, а лапы слегка подрагивали. Увидев Зайца, он вылез наверх и, оглянувшись по сторонам, прошептал. Только что видел мальчишку из железа, еле ноги унес. Миша, не паникуй, он только снаружи железный, зато внутри настоящий. Его только что эти в свое логово повели. Похоже, опять что-то замышляют, значит, надо спасать. Ох, я к твоим услугам, неуверенно проговорил медведь, у которого только-только рассосалась шишка, и встречаться с этими ему не очень-то хотелось. А, моя услуга, Заяц Зайцевич, дорогого стоит. Прийти на помощь другу всегда я поспешу и ценную услугу бесплатно окажу. на ухо села муха, а я уж тут как тот, хлоп, ухо, каменюкай, и мухи только бот. Хлоп, ухо, каменюкай, и мухи только бот. Когда мороз крепчает, а друг к жаре привык, дров быстро наломаю, и он вспотеет миг. Когда следую туго и голодно в лесу, а там я лапу другу, хоть сам ее сосло, а здешних и не здешних как о себе самом. Бюро услуг медвежьих заботится с умом. Бюро услуг медвежьих заботится с умом. Прийти на помощь другу всегда я поспешу и ценную услугу бесплатно окажу. Знаю я твои услуги. Ты, Михалыч, лучше быстрее берлогу заканчивай. Лоповушкин промерил шагами расстояние до тропы и туманно добавил «В правильном месте роешь, только чуть-чуть левее возьми, кустам поближе. Ну, будь здоров, а то мне к своим надо». Облегченно вздохнув, медведь прыгнул в недостроенную берлогу и с удвоенной энергией заработал лапами. — Берлогу сделаем. Что есть берлога? Берлога есть простая яма, а ямам и мигам оглянуться не успеете. Но заяц и не думал оглядываться, потому что вовсю прыть скакал на заячью лужайку, поднимать ружье свою многочисленную родню. Остановился он только один раз, когда услышал громкое ржание. Заяц пошевелил ушами, прикидывая, откуда в лесу могли взяться кони. ржание неслось со стороны деревянной резиденции. Все ясно, пробормотал Лопоушкин и с удвоенной прытью поскакал дальше. Потолочный сон Когда за бандитами захлопнулась дверь, Булкин уперся пятками в потолок и напрягся. Но даже железные усилия не смогли оторвать его от магнита. Тогда он попытался дотянуться до выключателя. Увы, ему не хватило какой-то пары метров. Бросив это бесполезное занятие, Булкин отрешенно уставился в пол. Идиот бычок качается, не к месту вспомнился грустный стишок. Внезапно он почувствовал страшную усталость. Его глаза сами собой закрылись и, несмотря на неудобную позу, Булкин провалился в сон. Сон начался хорошо. Все сидели за праздничным столом и весело улыбались. Папа называл Булкина киндером-миндером, а маме говорил «Елизавета, где котлета?» На елке мигали фонарики. Карлсон в телевизоре гонял по крыше бандитов. Но потом началась какая-то чепуха. Мама потрепала Саньку по голове и спросила голосом Зинаида Леопольдовны «Ты почему не ешь? Ешь за все уплачено». Булкин снял с тарелки крышку канализационного люка и увидел, что она до краев полна болтами и шурупами. Шурупы махали крылышками и жужжали. Булкин отбивался канистрой с апельсиновым соком, но шурупы вкручивались в нее и из дырявых стенок били желтые фонтанчики. Болты молча болтались по скатерти, а самые болтливые шипели и запрыгивали Булкину в рот, отталкиваясь от стола трубочками для коктейлей. Булкин выбежал из комнаты и оказался на футбольном поле. Его класс играл со сборной старшеклассников. Старшеклассники были не бритыми, а их капитан подбрасывал на ладони кирпич и противно хрюкал. При счете 120-0 к воротам подошел учитель физкультуры и сказал «Железно стоишь, Булкин, только мышей не ловишь». Булкин поплелся к скамейке запасных. За ним гуськом потянулись непойманные мыши. Стадион свистел и улюлюкал. На второй минуте второго тайма в команде пятого «Б» замена вместо Александра Дыркина «Ворота будет защищать Нина Мотыгина», громко объявил директор школы и сразу стало ясно, что он назвал Булкина Дыркиным специально. Все засмеялись, но громче всех смеялся сам директор. От стыда Булкин прыгнул в золотой обруч, под которым оказалась прорубь. Вода в проруби была горячей, пахла рыбьим жиром. Лениво шевеля ластами к нему подплыла щука с пропеллером на шишковатой спине и прогундосила голосом Кольки Щукиной шестого «А». «Ну что, ржавый, понял теперь, где раки зимуют?» Булкин стукнулся головой об лед и проснулся. Сквозь решетку в окне бил яркий солнечный свет. Санька вдруг явственно понял, что никто его не спасет, потому что никому и в голову не придет искать в лесу железного мальчика, висящего на деревянном потолке. Ему стало так тоскливо, что он заплакал, вернее, заревел белугой в три ручья. Он так увлекся, что даже не заметил, как в комнату тихо проскользнула девочка с обручем. Подождав, когда у Булкина кончится кислород, елочка сказала, «Она тебя специально повесила». «Зачем?» Слипывая спросил Санька. «Чтобы ты плакал и быстрей ржавел. Она только что в город уехала, а люку и хрюку поручила тебя из шланга поливать». Глаза Булкина опять наполнились влагой, но елочка сказала, «Не плачь». «Мо кто плачет?» Пытался засмеяться Булкин, но это был какой-то смех сквозь слезы. Тогда он решил вспомнить что-нибудь веселое, и вдруг ему на ум пришла одна незатейливая песенка, которую часто напевал папа, подыгрывая себе на гитаре. «В этой жизни удается все, что хочешь, лишь тому, кто не плачет, а смеется, значит, плакать ни к чему. Улыбнись скорей соседу, всем прохожим улыбнись, смех как сладкая конфета укрепляет организм. Чтобы сердце не ржавело, улыбнись от всей души и шагай по жизни смело, только плакать не спеши, и тогда к тебе удача не придет, а прибежит, лишь от смеха сильный плачет и от хохота дрожит». Когда папа забывал аккорды, Санька барабанил под табуретки, а мама ласково смотрела на них и подпевала «Повторяйте как стихи, ха-ха-ха и хи-хи-хи». Вспомнив эту песенку, Булкин глобнулся, вытер слезы и подумал, что если его никто не спасет, значит, он должен спасти себя сам. И это была первая правильная мысль, которая пришла в его железную голову. Рокировка «Елочка, а где эти?» шепотом спросил Булкин. «Шланг разматывают. У них там что-то за что-то зацепилось. Ругаются сильно». «Отлично!» воспрянул духом Санька. «Тогда быстренько выключи рубильник». «Что такое рубильник?» «Это вон та коробка в углу. Если ты опустишь ручку вниз, ток отключится, и магнит перестанет магнитить». Девочка подошла к коробке и взялась за рукоятку рубильника. Та легко пошла вниз, но на полпути остановилась, потому что мешал обруч, который уперся в пол. «Брось обруч!» закричал Булкин. «Чтобы не заблудиться, надо всегда держать в руках золотой обруч», послышалось в ответ. «Брось обруч!» «Я говорю!» «Он же тебе мешает!» «Я не могу бросить обруч, потому что... потому что не могу!» Губы ёлочки задрожали, а щёки начали бледнеть. «Только не это!» испугался Булкин, вспомнив сцену на поляне. Где-то вдовеке хлопнула дверь, и он услышал тяжёлый топот. «Ёлочка, ну, пожалуйста!» зашептал «Санька!» «Брось ты этот обруч!» Но девочка уже ничего не слышала. Теряя сознание, она из последних сил тянула рукоятку вниз. Из-за этого обруч сплющился и стал похожим на плоское яйцо. Только всё это уже не имело никакого значения, потому что дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился люк, перепоясанный резиновым шлангом, как матрос с пулемётными лентами. Перед собой он нёс канализационную крышку, напоминавшую рыцарский щит. Из-за спины братца выглядывал хрюк, вооружённый топором для колки дров. Иди, девчонка, тут-ту-ту-ту зарычал люк, валиваясь в комнату. Хрюк, озадаченно хрюкнул. Стало ясно, как только до бандитов дойдёт, что девочка хочет отключить ток ей не сдобровать. Но тут случилось непредвиденное. Раздался хруст И обруч разлетелся на мелкие кусочки Ручка рубильника резко пошла вниз И елочка упала на пол Следом за ней на полу оказались все остальные Хрюк, потому что ему на голову свалилась канализационная крышка Люк, потому что на него рухнул булкин Булкин, потому что магнит перестал магнитить Первым пришел в себя Санька Он вскочил и бросился к девочке Изловчившись, хрюк дал ему под ножку Но булкин умел падать Не зря же он был классным вратарем Перековырнувшись через голову Санька вскочил и ударил подбегавшего люка Но его железный кулак наткнулся на чугунную крышку От боли булкин затряс рукой и подумал Если больно, значит, я еще не весь железный Но, похоже, это поняли и бандиты Трусоватый хрюк бросился на подмогу братцу Он орудовал топором так быстро, что Санька едва успевал уворачиваться Честно говоря, булкин предпочел бы сыграть с бандитами в шахматы Хотя играл он неважно Просто после одной дурацкой потасовки Булкин неожиданно представил, как бы огорчились марсиане Если бы они, конечно, существовали Увидев в телескоп, как на соседней планете два брата по разуму Встав на задние лапы, бьют передними друг друга по зубам Увы, люку и хрюку было наплевать на честь планеты Они любили драться, особенно вдвоем против одного Потихоньку братцы начали теснить булкина И все чаще топор высекал из железного человечка снопы искр Конечно, можно было убежать Но как он мог бросить девочку, лежащую без сознания? Оставался единственный выход — драться и побеждать Булкин сжал кулаки и шагнул вперед Братцы решительно попятились Тогда он сделал еще шаг Братцы попятились сильнее Драка получалась какая-то странная Булкин шагал, а бандиты пятились и пятились Потому что при виде уверенно шагающего железного человечка У них душа уходила в пятки Неизвестно, куда бы они дошагали Если бы хрюк не пошел на хитрость Отвлекая внимание булкина, он перебросил топор в левую руку А правый быстро включил рубильник Раздался знакомый гул И Санька почувствовал, как отрывается от пола Рысь! Зынь! Дрынь! Зазвенело железо и загудел потолок Ух! Ахнул Булкин, когда увидел, что оба братца Висят на железной блямбе, а он стоит на полу Вероятно, магниту просто не хватило сил на троих И он решил оставить самого тяжелого в покое Люк и хрюк отчаянно дрыгали ногами И выкрикивали какие-то непонятные бандитские слова Но это им нисколько не помогало Примагнитившаяся крышка прищемила люку пальцы А хрюк сам мертвый хваткой вцепился в рукоятку Примагнитившегося топора Потому что ужасно боялся высоты В шахматах такой неожиданный ход Называется рокировкой И за всю партию его можно сделать только один раз Во время рокировки король меняется местами с ладьей Все так и было Короли-бандиты висели на потолке А Булкин чувствовал себя ладьей Перед которой открывались новые просторы Первым делом он подбежал к девочке Но елочка уже приходила в себя На ее бледных щеках появился румянец Губы дрогнули И она прошептала Лена Я вспомнила Меня зовут Лена Ох уж эти женщины Услыхав, что елочка оказалась Леной Булкин обрадовался Ведь Елена и Ель Очень похожие имена И он не будет путаться А что ты еще вспомнила? Спросил Санька Ой, кажется, я вспомнила все Произнесла елочка Нормальным человеческим голосом Только Очень красивым Тогда Скажи Откуда у тебя этот обруч? Откуда? Сейчас, сейчас В тот день на гимнастике Я разучивала Новые упражнения с обручем Тренер все время шутил Не ленись, Лена Чемпионкой будешь А после тренировки Она подошла и сказала Давай меняться Ты мне свой алюминиевый А я тебе золотой С золотым обручем Ты в два счета Олимпийскую медаль заработаешь И кучу денег в придачу Он был такой красивый Дальше не помню Все ясно Один и тот же почерк Булкин поддел Носком ботинка Золотые обломки Которые валялись на полу В перемешку с какими-то железками Потом он сел на корточки И присвистнул Слушай А ведь я точно Такие штучки видел Когда папа Разбирал компьютер Значит Никакой это не обруч А специальное устройство Из-за которого У тебя Сплошные провалы В памяти Жалко Что я лазерный диск Выбросил Надо было посмотреть Что там у него внутри Если бы в эту минуту Булкина услышал Великий сыщик Шерлок Холмс Он бы непременно сказал Ах, Александр Петрович Не ожидал Холодный ум Железная логика Снимаю шляпу И отныне Ваш покорный слуга Но Санька И без Шерлока Холмса Чувствовал Что движется В правильном направлении Он еще немного Пошевелил мозгами И в его голове Вспыхнул Череп С оранжевым словом Лаборатория Вот что нам надо Вслух Закончил свою мысль Булкин Ты случайно не знаешь Где тут у них Лаборатория Знаю Ответила Лена Только дорогу Не помню Ух уж эти женщины Никакой логики Подумал Булкин Папиными словами Так папа говорил Когда ему надо было Спешно куда-то позвонить А мама висела на телефоне Ну все Пока Кричала она в трубку Тут срочно нужен телефон Да-да Созвонимся позже До свидания Не может быть А он что? А она? Все Привет Привет Ага До скорого Кстати Я вчера Надежду встретила Ой Свиньи Я тебе потом расскажу Пете Срочно нужен телефон Ну привет И тебе того же Спасибо передам Когда через полчаса Мама наконец Вешала трубку Оказывалось Что папа Уже успел Позвонить От соседей Ладно Покуси себе С утра Пускать мальчишку Мальчишку Но не трогать Девчонку И теперь Его Бульдожьи Мозги Разрывались На части Ведь эти Двое Крепко Держались За руки Чтобы не Сойти С ума Компостер Сошел вниз По ступенькам И принялся Яростно Грызть Припрятанную Под крыльцом Кость Бежим Прошептал Булкин И одним Ударом Снес Сосновые Ворота Здорово Восхищенно Воскликнула Елочка На мгновение Санька Почувствовал Гордость Но тут же Вспомнил Ржавый Экскаватор На пустыре За школой Который Тоже Когда-то Был Очень Сильным Воскресенье Воскресенье Слышно Воскресенье Воскресенье Воскресенье